Всем привет, друзья, это 5 элемент, меня зовут Денис, и у меня у нас в гостях, а точнее мы в гостях у эксперта компании DJI Женя. Привет, Женя. Всем здорова. В этом году нам полеты только снятся, вы понимаете по каким причинам, но сегодня Женя расскажет нам про штуку, на которой можно летать, и небольшой тизер будет еще, очень будет горячая новинка. Жень, привет еще раз. Здорова. Расскажи, что мы сегодня будем с тобой смотреть. Сегодня мы будем снимать обзор на Mavic Mini, самый крутой дрон, по моему мнению. Я летаю уже на нем полгода, куча плюсов, есть минусы, все об этом расскажем, и сделаем даже тест, который дома повторять нельзя. Ну что, посмотрим, что у нас получится, поехали. Ну и как мы сказали, сегодня в ролике мы говорим про Mavic Mini, но у нас буквально полчаса назад приехала горячая новиночка DJI Mavic Air 2, про которую мы тоже постараемся вам в скором времени рассказать. Кстати, пишите в комментариях, что интересно вам узнать про этот дрон, пока что полетел. Ну что, к Mavic Mini возвращаемся. Женя, расскажи, пожалуйста, вот мы начинаем всегда обзоры с комплектаций, расскажи, что там есть. Итак, Mavic Mini поставляется в двух комплектациях, Mavic Mini и Mavic Mini Combo. Я бы рекомендовал Mavic Mini Combo, потому что в Mavic Mini Combo идут три аккумулятора, защитный кейс, защита, сам дрон и блочок для зарядки. Еще зарядная станция. То есть у тебя получается три аккумулятора, а по факту на одном аккумуляторе он летает около 25 минут, то есть в сумме у вас 75 минут времени полета, то есть можно облетаться вообще со всех сторон. Облетаться. Потом есть зарядная станция, то есть ты поставил первый аккумулятор, поставил второй, поставил третий, он заряжает их по очереди, ну то есть ты поставил и не паришься. Через полтора часа все зарядилось, поехал летать. Следующий пункт – кейс. Кейс все закинул, он реально маленький, положил в борточок машины и поехал, то есть не паришься, как пенал в школе. Следующее. Здесь еще есть блок для зарядки, как от айфона. То есть этот блочок, он позволяет быстро заряжать аккумуляторы. Не все блочки от телефонов, которые у вас есть дома, позволяют делать это быстро, то есть зарядка увеличивается полтора часа. Этот блочок заряжает аккумулятор за 40 минут. Вот, в принципе, здесь есть все, что нужно для полета, кроме флеш-карты. Флеш-карту нужно закупить. Кстати, есть какая-то рекомендация по покупке флеш-карты? Можно ставить внизу в описании. Samsung EV Plus 64 гигабайта, самая дешевая, рабочая, рекомендую. Можно привезти тоже в интернет-магазине 5Limin.by. Хорошо, Жень, если вот я обычный парень и покупил себе обычную комплектацию, что в обычной комплектации входит? В обычный дрон, пульт, шнур для зарядки, коробка, инструкции, аккумулятор. Все. Ну, то есть там даже нет блочка, поэтому можно заряжать долго, можно заряжать быстро. Заряжается дрон через аккумулятор, то есть сам вставляешь аккумулятор в дрон, вставляешь сюда шнур, ищешь блочок дома и вставляешь в розетку. То есть так он и заряжается. Вот, в принципе, тоже как подарок, крутая комплектация. Согласен, как ребенку 27 лет, да, было бы очень здорово, да, мне кажется, любому человеку. Хорошо, про комплектацию рассказали. Жень, ну, что я слышал вообще про дрон, как бы уже информации в интернете много, мы хотим сегодня сделать с тобой полезный ролик. В общем, какие есть причины, чтобы купить этот дрон? То есть вот компактность, конечно, это главный его плюс. Расскажи, пожалуйста, вот про преимущества данного дрона по сравнению с другими. Окей, ну смотри, я летаю уже на нем реально больше шести месяцев. Что мне нравится в нем? Это, ну, компактность, это номер один. Второе, 2,7К камера, она реально снимает хорошо. Мы снимали ночью. Я надеюсь, наш оператор вставит пару вставочек, там реально крутые видосы. Сейчас появилось-то. Так, следующее. Это трехосевая стабилизация. То есть видео реально идеально плавно, идеально гладкое получается. Это, ну, у всех DJI славится своими стабилизаторами. Это третий пункт. Четвертый пункт, время полета. Предыдущая версия, не предыдущая, Mavic Air. Он летал 15 минут. Этот дрон по факту летает 25 минут. То есть на всех реально трех аккумуляторах 75 минут времени полета. Ты можешь реально снять очень много всего с разных сторон. Это мне тоже очень нравится. Четвертый пункт. И пятое, это надежность. То есть я его ронял пять раз. С ним ничего практически не случилось. Мы заменили только одну ножку. Все. То есть это дешево. В сравнении с Mavic 2 Pro, это гораздо дороже. Вот. И что еще? Что еще? Я бы еще сказал, что он круто висит. Несмотря на свой размер. То есть мы запускали его в большой ветер. Он реально висит четко в точке. То есть я его там и леща ему даю. Он возвращается. Я тягиваю его. Чего мы только с ним не делали. Он все равно висит четко в точке. То есть это не как мелкая игрушка. То есть которую ты запускал. Тебе нужно там ее половить туда-сюда. Он четко висит. Все круто. Самый популярный дрон сейчас вообще в принципе. Эксперт компании DJI дает леща квадрокоптерам DJI. Хороший парень. Хороший парень. Жень, конечно, вот в целом. То есть он и для города, и для загорода подходит. Какие интересные плюшки, фишки в нем есть? Расскажи, пожалуйста. В нем есть еще автоматические функции. Если ты первый раз вообще берешь дрон, сразу делать красивые кадры реально сложно. То есть тебе нужно полетать 3-4 раза хотя бы. Но в нем есть автоматические функции. То есть дрон тебе может сделать селфи крутой. Встал ты с девушкой на берегу Минского моря. Минского моря. Пока что только такое. Нажал на кнопочку, он слетал, сделал красивый кадр, вернулся сам. Хочешь ты, например, чтобы он вокруг тебя летал? Либо ты сидишь у себя дома на даче, он летает вокруг тебя, делает красивый кадр. Есть еще у него, когда он облетает тебя и увеличивает высоту. Тоже очень супер круто получается. Есть вот эти автоматические функции. Есть спорт режим, в котором мы его разгоняли 46 км в час. То есть можно ехать в машине и управлять за ним, летать. Слушай, хорошо, сразу тебя перебью. А в обычном режиме, то есть не спорт режиме, сколько он километров в час? Около 34 км. Около 32 км. Жень, про некоторые фишки ты рассказал. Мы надеемся, что зрители это все дело увидели сейчас. Расскажи, пожалуйста, как работать непосредственно с самим квадрокоптером. Знаю, что у каждого коптера DJ есть в комплекте пульт. Можно подключать к нему смартфон. Расскажи, пожалуйста, про него. Какие здесь кнопочки полезные и что тебе нравится лично, персонально? Вот расскажи свое мнение. Я понял. Ну, кнопочки мне нравятся все. Берешь телефон, подсоединяешь через провод к пульту управления. Можно подключать как и Android, так и iOS. Да, все телефоны, все телефоны, конечно. Включаем дрон, подключаем телефон к пульту. И в режиме реального времени мы видим картинку с камеры дрона на телефоне. Какое приложение нужно скачать, чтобы работало все? Для моей кмени DJI Fly. Оно на русском, раньше было все на английском. Также у тебя здесь есть телеметрия. То есть ты видишь дальность полета дрона, высоту, горизонтальную скорость, вертикальную скорость. Есть карта. То есть тебе показано, где твой дрон запускался, куда он вернется. Заряд аккумулятора. То есть все полностью здесь есть. Также дрон возвращается в точку взлета. Если потерялся сигнал пульта с дроном, разрядился аккумулятор, либо ты нажал на волшебную кнопку возврата домой, и он полетел обратно. Есть видеокнопка, фото. Есть колесико наклона камеры на 90 градусов вниз. Вот я зажимаю, и она медленно-медленно опускается. То есть ты можешь снимать еще курсивые кадры, когда камера полностью вниз. Оператор наш ставит. Это тоже обязательно мы снимали. В принципе, все достаточно просто, компактно, удобно. Расскажи, пожалуйста, важную такую штуку. Насколько дрон может далеко отлететь от пульта? То есть на котором расстоянии он ловит сигнал? Именно Mavic Mini в городе летает около 500 метров по дальности. Максимальная высота в нее 500, но в Беларуси можно только 100 метров. Это тоже достаточно много, я не знаю, зачем выше. За городом можно летать 1000 метров. Я летал на 1700, без проблем. То есть можно все, ну, качество достаточно хорошее, качество связи. Все устраивает, можно делать красивые кадры. Некоторые летают и больше. То есть там делают какие-то усилители, на 3000 метров летают на нем. Самоделкино, да, в общем? Да. Мы вам не рекомендуем, потому что официально грань, ну, вы поняли, да? Все понятно. Хорошо, Жень. Расскажи мне, вот ты, конечно, как эксперт компании DJI, да? Ты знаешь много плюсов. Полгода ты пользуешься. Расскажи про минусы. С какими проблемами могут столкнуться пользователи? Как есть? Хорошо. У нас же честный обзор. Честный. Поэтому первый минус, который мне не нравится, это то, что когда ты направляешь камеру вниз, включаешь режим спорт и стараешься снять крутой кадр. То есть ты летишь-летишь, и тут бац, камера чуть-чуть не справляется. Когда очень большой ветер. Ну, это большой ветер летают редко, потому что мы снимали ролик, нам нужно было снять. Так бы я точно не поехал. И то есть тебе приходится за счет того, что камера дергается, тебе нужно снимать все заново. Минус один. Второй минус. Дрон реально маленький. Тоже большой ветер. У тебя гибрирует телефон, вылазит куча ошибок, потому что вот, предупреждение не ошибок. Большой ветер, возвращаетесь на базу, а тебе нужно снять, это все отвлекает, напрягает. Второй минус. Третий минус, который мне не нравится, конечно, что у него нету датчиков. Потому что, когда я смотрел обзор первый на MyAVic Mini, я думал, что это датчики, но оказалось, что это просто нуляж. Но, конечно, если взять во внимание его стоимость, сравнить с MyAVic 2 Pro, который в три раза дороже, то мы понимаем, почему их здесь нет. Вот. Было бы круто, если бы они были, конечно. Вообще была бы бомба. Так, четвертый минус. Это реально дальность. Потому что другие дроны, они летают на 5 километров, ты вообще не паришься по поводу дальности. Ты можешь сидеть в машине, спокойно управлять, снимать красивые кадры. Здесь, конечно, тебе нужно направлять твой пульт в сторону дрона, чтобы он ловил хорошо. Вопрос надо ли? Просто вот, я не знаю, вот, будучи белорусом, я волнуюсь за свою собственность, да? То есть, как бы я его на 100 метров побоялся бы отпустить. А так... Хорошо, Жень, ну вот, мы с тобой как-то очень давно снимали, тоже пробовали обзор на данный квадрокоптер. Мы с тобой говорили про функцию ActiveTrack. Вот. И мы с тобой говорили о том, что ее здесь нету. То есть, функция полезная, на самом деле. Да, потому что... Я помню, когда мы снимали обзор на квадрокоптер Mavic Pro 2, да? И я убегал, там бегал на национальной библиотеке, и за мной квадрокоптер бежал. Вы сейчас можете эти кадры увидеть, не знаю. Было прикольно. Нету вот здесь... Мешает ли тебе это то, что вот здесь этой функции нет? В принципе, так как я уже давно летаю, я умею делать все круто руками, все хорошо. То есть, мне эта функция, в принципе, не особо важна. Плюс она работала не настолько круто, насколько хотелось бы. Сейчас вот вышел Mavic Air 2, в котором мы будем тоже снимать ролики, там эта функция работает гораздо круче. То есть, Active Tractor 3.0 они сделали. То есть, это просто бомба. 2.0, он не настолько круто работал, он работал чисто под точечные задачи. То есть, когда у тебя нет ничего, ты в поле, либо там едешь параллельно на озере, то есть, можно снять. Это да. А так, ну, короче... А вот Mavic Air 2, он летает между деревьев, там, облет, там, со всех сторон, там, все видит, очень умный. Короче, это будет бомба, и очень хочу снять. Здорово. Ждем тревел-блоги от Жени, чтобы, как и Птушкин, все, ты до свидания. Женя, ну, и минус, который я приберег, да, вот скажи, пожалуйста, тебе, как вот обычному обывателю, мешает то, что в данном коптере нет поддержки 4К-съемки? Ну, конечно, хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Чем снимает камера лучше, тем лучше, чем качественнее. Могу запулить, например, в Инстаграм, в Фейсбук, ВКонтакте. Конечно, хотелось бы. Но я понимаю, что если бы была 4К-камера, соответственно, этот дрон был бы дороже. А так он маленький, компактный, дешевый селфи-дрон, который летает рядом с тобой. И, в принципе, 2,7К, если я закидываю в Инстаграм, ВКонтакте или еще куда-то, в принципе, всех устраивает, никто не жалуется. Думаю, что более чем, потому что, на самом деле, Инстаграм просто качество это съест, банально, да? Ну, короче говоря, вывод такой, что чем больше качество, тем лучше. Конечно же, ну, опять же, для обывательской съемки поехать в отпуск, запилить видосик какой-то, ну, мне кажется, более чем. Тем более, ну, Женя не любит про это говорить, но дрон достаточно легкий. И в некоторых странах Евросоюза, где есть некоторые ограничения по полю, там, нерегистрируемых дронов. То есть, можно взять вот этот дрон, допустим, с собой какой-то в отпуск заграничный и там летать без проблем. Вот такой вот я еще из себя ремарочку добавлю. Мы постарались сделать такое экспресс-мнение, концентрированное, без воды, от эксперта компании DJI Женя. Да, в общем, Женя, ты рекомендуешь покупку дронов? Конечно, конечно. Что вы о нем думаете, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, будет интересно. Ну, а если вам интересна стоимость данных квадрокоптеров, то по ссылке в описании тоже можете перейти на наш сайт и посмотреть. Да? Если ролик был полезен, влепите лайк нам, подписку, все вот это, знаете, колокольчики поставьте. Ну, а с вами был пятый элемент Денис, DJI Женя. До новых встреч, полетаем еще в этом году. Пока.